Она невероятно красивая, бесконечно талантливая и очень популярная певица Валерия с гастролями в Крыму. Мы с вами приглашены не только на концерт, но и за его кулисы. Валерия с гастролями в Крыму. Валерия с гастролями в Крыму. Мы не устали отвечать на вопрос, как вам так потрясающе удается выглядеть в 30, я хотела сказать, в 50 лет. Я за вами буду повторять, как правильно. Я не очень уверена, что сейчас у меня это все. Вот так. Ой, мамочки, как вы это делаете? Есть куда стремиться. Мастер-класс от Валери. Знаете, ну, конечно, часто мне задают вопросы, часто мне одаривают комплименты, мне это очень приятно. Ну, что я могу сказать? Я не буду сейчас подробно рассказывать, что у меня бабушка 100 лет прожила и, между прочим, прекрасно выглядела. Что, конечно, генетика – это великая вещь. Но самое главное, наверное, отношение к жизни. Это я совершенно точно понимаю. Люди, которые никому не завидуют и радостно живут, они, наверное, и выглядят свящим образом. Вот это, наверное, самое главное. Любить эту жизнь, любить людей, стараться любые события воспринимать радостно, если они хорошие, если они дают тебе что-то, если они, скажем, неприятные, то надо воспринимать их просто как жизненный урок, какой-то определенный этап, чтобы двигаться дальше. Для чего-то нам даются трудности. Очень мудро. Ну, скажите, пожалуйста, вы приверженец здорового образа жизни, но можете позволить себе, например, кусок шоколадного торта съесть? Я могу себе позволить съесть все, что угодно. Я себе позволяю и делаю, конечно же, исключение. Но, к счастью, я не люблю сладкое. С детства это, скажем, не является какой-то такой едой, которая могла бы вообще нарушить все на свете. Нет, мне нравится выпечка. Я могу какой-нибудь пирожок съесть из капусты. А шоколадный торт – это вообще не моя тема. Я просто счастливый человек. Видите, мне в этом повезло. Повезло. Скажите, вы волнуетесь перед выходом на сцену? Я понимаю, что у вас было бесчисленное множество концертов. Если да, то как себя успокаивать? Может быть, та же йога помогает или дыхание? Да, дыхание помогает. Действительно. Я никогда, мне кажется, не избавлюсь от этого состояния. Может быть, этого не стоит делать, иначе это будет означать равнодушие, наверное, полное. Я волнуюсь, и, может быть, даже с каждым годом все больше. Потому что чем дольше я выхожу на сцену, чем большее количество лет, понятно, чем больше у меня опыта, тем меньше права на ошибку я имею. Однажды у меня был разговор с одной оперной дивой, которую я преподавала много лет, уже сама, конечно, была очень человеком таким известным, уважаемым. Она мне говорит, я страшно волнуюсь. Я говорю, вам-то чего волноваться? Она говорит, а как же, в зале сидят мои ученики уже, которые уже сами преподают. Уже там те, кто меня столько лет знает, следит за мной, мои поклонники, она говорит, я просто не имею права на ошибку. И я вот сейчас ее понимаю. Со мной происходит нечто похожее. Как вы в таком плотном графике находите время для общения с детьми? Потому что Иосиф всегда с вами вот рядом, а дети, они взрослые, они такие талантливые у вас. Дети взрослые, они уже не нуждаются в такой опеке ежедневной, поэтому у них уже своя жизнь, они вряд ли не нуждаются в моем каком-то ежедневном присутствии. Мы с ними все время на связи, каждый день с каждым из них и разговариваем, и переписываемся, и обмениваемся информацией, фотографии, шлем, и какие-то видео, и советуемся друг с другом. Это постоянный процесс, мы как будто не расстаемся. Вот к счастью, сейчас современные средства связи позволяют ощущать себя вот просто вот все вместе, в семье, как будто мы даже не расстаемся. Это с каждым из нас так происходит, это, по-моему, замечательно. Вы в Крыму не впервые, вас очень здесь любят и ждут всегда. Вы любите Крым? Есть ли у вас какие-то любимые места здесь? Вы знаете, я в Крыму бывала бесчисленное количество раз. Действительно, это совершенно удивительное место, это самая настоящая здравница. Сюда приезжаешь, и где бы ты ни находился здесь в Крыму, здесь какой-то удивительный воздух, здесь легко очень дышится, потрясающий климат, замечательные люди. И сколько концертов мы здесь дали за все это время. Я не очень хорошо, скажем так, знаю Крым. Вот, понятно, мы знаем Артек, мы знаем Бахчисарай, мы знаем Херсонес, мы бывали во всех городах, Симферополь, Севастополь, Ялта и так далее. Но так, чтобы погрузиться и прочувствовать до конца, все-таки, наверное, недостаточно времени, когда ты приезжаешь на гастроли. И вот завтра я мечтаю, например, планирую, я очень надеюсь, что у меня это получится, я хочу поехать в Херсонес, потому что я там никогда не была. И, конечно, это место с богатейшей историей, совершенно удивительной, уникальной. И вот я хочу наполниться вот этими ощущениями, впечатлениями. Я обожаю экскурсии, я люблю бывать в местах, в которых раньше никогда не бывало, что-то новое узнавать. В общем, я в предвкушении. Итальянские страсти с грузинским акцентом. Пьесу Карла Гальдоник, йоджинские перепалки на сцене Севастопольского театра имени Луначарского поставил режиссер из Грузии Георгий Цнабеладзе. Что из этого вышло, давайте узнаем вместе с вами. Георгий. Покажите нам немножечко за кулисьем, у нас просто программа распространена. Нет? Это секрет. Чуть-чуть нам покажите. Осторожно, только проходите, проходите. Тихо, тихо, тихо. Слушайте, ну вот, конечно, знаете как, сама предложила, сама пожалела. Здесь все открывается, трап выбрасывается, и мы швартуемся на третий этаж нашего итальянского дома-кричала. Слушайте, ну эта конструкция так шатается, я хочу сказать, довольно... Это не шатается конструкция, это качка. Это качка. Здесь очень высоко и очень страшно. Актеры настоящие герои. Так, друзья, ну вот сейчас мы с вами поднимаемся на третий этаж, причем третий этаж с той стороны, которую зрители никогда не видят. В итальянский маленький дом. Кухня, ванная, там можно переодеться, здесь можно хранить вещи. Слушайте, ну здесь довольно уютно. В кастрюльке. В кастрюльке, наверное, макароны, паста. Я так думаю, давайте проверим. Уже ничего, все съели, артисты все съели. Опа, вот так вот сцена удлиняется, и уже можно... Это что-то из того, что осталось от театра Гальдони, от театра 18 века, потому что все-таки это был уличный театр, он подразумевал живое взаимодействие со зрителем. Я старался убрать ощущения сцены, чтобы зритель не думал, что он сидит в театре. Все-таки как-то, ну, по возможности, вылывал на берегу моря. Это то, что я добивался. Было здорово. Зрителям очень понравилось. Очень я вас. В лодке мою. Вы меня приглашаете в лодку? Приглашусь. Ну, спасибо большое. Вы знаете, я никогда не писала интервью в лодке, если честно. Это Феррари, его делали мастера театра. Я вам расскажу секрет, она потенциально может плавать. То есть мы с вами можем теоретически поплыть. Да, конечно, сделана, но она на основе настоящей лодки. То есть там под ней действительно есть лодка. Это действительно плавучее средство. Это фантастика на самом деле. Я поздравляю вас с премьерой, во-первых. А вы довольны тем, как все прошло? К сожалению, я никогда не доволен. Это моя профессия. Доволен зритель, недоволен. А я недоволен. Завтра в час репетиция, буду ругаться. Вы строгий режиссер, деспотичный. Я стараюсь. Мне все говорят, что я мягкий, но вообще я люблю ругаться. Несколько слов о постановке. Почему выбор именно такой пьесы? Как-то связано это с вашими грузинскими корнями? Потому что Италия, Грузия, мне кажется, это как-то близко. Нет, скорее связано все-таки с тем, что Севастополь – это город на море. Здесь прямо театр на море. Прямо красивые виды. Из репетиционных можно репетировать. Артисты репетируют, да? Я не смотрю, когда они репетируют, а смотрю на море. И я выбрал пьесу, потому что мне показалось, что что-то можно поискать созвучное городу, людям, близко им. При том, что это классика, это 18 век, это такая серьезная итальянская, старая классическая пьеса времени создания, театр времени уличных. Но вы ее осовременили, вот много решений, все-таки она смотрится очень современно. Мы просто пытались их задействовать. Коды современного человека, стараясь максимально. Ну да, есть лодка, она чуть современнее, чем тогда. Есть телевизор. Ну просто хотели голубиную почту, не справились технически, пожалели голубей. Зато у вас настоящая лодка. В Крыму еще что-то планируете поставить? Ну я человек подневольный, меня зовут, я приезжаю. А если позовут, конечно, с удовольствием, потому что, особенно если летом, летом зовите в Крым на постановку «Я приеду». Ловим вас на слове, хорошо? Нет, потому что, конечно, солнце, море невозможно. Я из Петербурга, я люблю Петербург, но тем не менее, конечно, море это прекрасно. И после репетиции поехать в выходной день, если у меня выходной день я отцелуюсь в машину, еду на море. Я объездил все вокруг Севастополя. Мне кажется, я был, я потом общался с местными жителями, мне кажется, я объездил больше пляжей и берегов в Севастополе, чем любой из местных жителей, мне кажется. Вот, поэтому с удовольствием, конечно. Давайте хоть прокатимся с вами напоследок. Вы будете рулить, вы сами выбрали это место, а я буду помечать. 7 декабря на сцене театра имени Луначарского спектакль «Идеальная любовь». В основе постановки несколько произведений Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина «Исповедь и плоды просвещения». В центре сюжета история любви Китти и Левина. Начало спектакля 18.30. 8 декабря на этой же сцене спектакль «Мастер и Маргарита». За мной, читатель, кто сказал тебе, что нет на свете настоящей верной вечной любви? Кто не знает этой крылатой фразы Михаила Булгакова? Каждый из нас хотя бы раз в жизни открывал для себя таинственную вселенную одного из самых загадочных романов 20 века. Начало спектакля 18.30. 9 декабря на сцене Музыкального театра Республики Крым мюзикл «Три мушкетера». В путешествие по страницам авантюрного исторического произведения вас приглашает главный режиссер театра Владимир Косов. Создатели спектакля уверяют, вас ждет синтез живого вокала, головокружительных танцев и захватывающих боев на шпагах. Начало спектакля 18.00. Редактор субтитров А.Семкин